Безопасны ли игровые площадки, куда можно пойти с ребенком и какие детские городки следует обходить стороной? Эти вопросы сегодня активно обсуждают родители, в том числе и в социальных сетях. Все замечания по площадкам, которые жители оставят на официальной странице детского омбудсмена ВКонтакте, лично проверит Римма Галушина. Студентка Полина Варницына на детские городки приходит с младшим братом. Во дворе их дома, который находится в так называемом квадрате по улице Ленина, нет ни горок, ни качелей, и поэтому играть приходится в соседних дворах. Площадки не до конца оборудованы, то есть не до конца предусмотрены, и они очень маленькие. Вот это есть как бы такие минусы большие. Нету навеса над площадками, например, при дожде, если вдруг там дождь пошел, что-либо еще можно было бы спрятаться, посидеть. Побольше бы скамеек хороших сделать для родителей, кто мог бы наблюдать. То есть какие-то еще детские площадки, какие-то велосипедные дорожки небольшие тоже сделать, вот у нас самокатов и так далее. По словам Полины, большинство игровых площадок города не имеют ограждения, либо оно повреждено, поэтому есть опасность того, что маленький ребенок может выскочить на дорогу. Также девушка возмущена несвоевременной уборкой мусора. Например, у этого городка, который находится в районе детского сада «Радуга», переполнены все урны. Каким требованиям должна соответствовать детская игровая площадка? Она должна быть яркой и интересной, чтобы детям было где побегать и попрыгать. Самое главное, она должна быть безопасной. И вот этому требованию соответствуют далеко не все детские городки. Например, у этой постройки сломан мостик. Не зная этого, ребенок может просто упасть вниз и получить травму. А у соседней горки сломан пластик. Скатывая с нее, ребенок также может получить серьезные травмы. Эта площадка находится в поселке Городецкий, в районе дома номер 20 по улице Меньшикова. Со стороны домов детский городок выглядит очень даже заманчиво. И только подойдя ближе, можно обнаружить все недостатки конструкций. К слову сказать, это далеко не единственная площадка, которая представляет собой опасность для детей. Сколько их всего по городу и поселку искателей, предстоит выяснить уполномоченному по правам ребенка в Ненецком округе Риме Галушиной. Детский омбудсмен уже проинспектировал несколько игровых площадок для детей. Мы сейчас с вами находимся в Мирном на площадке. И эта площадка установлена в соответствии с требованиями, со стандартами. То есть она зонирована для детей разного возраста, чего не хватает на многих других площадках. Единственный недостаток этой площадки – это покрытие. Потому что вы видите, что здесь каменистая поверхность и то же самое в песочнице для детей. Жители города и поселка искателей могут принять виртуальное участие в проверке детских площадок на соответствие качеству изготовления и установки, а также безопасности использования игрового оборудования в детских городках. Замечания к эксплуатации площадок с указанием их местоположения можно оставить в официальной группе детского омбудсмена в социальной сети ВКонтакте. Вызывают беспокойство те площадки, так называемые бесхозные, которые были установлены ранее и сейчас не находятся ни на чьем балансе. Потому что, по идее, обслуживать их должна управляющая компания. Но чтобы управляющая компания могла обслуживать, то родители, не родители, а жильцы домов должны, соответственно, обеспечивать вот это обслуживание. Поэтому вот здесь тоже вот эти вопросы есть, но я думаю, что мы их тоже будем решать. До конца июля завершим, сформируем все уже предложения. Посмотрим, потому что понятно, что в этом году работа эта не закончится, потому что и в следующем году, возможно, нужно будет где-то устанавливать эти площадки. То есть у нас должен быть сформирован такой совершенно понятный, конкретный план. Римма Галушина проверит все отмеченные жителями недостатки игровых площадок. По результатам проверок омбудсмен составит обращение в управляющие компании и организации, отвечающие за содержание детских площадок, чтобы дети и родители чувствовали себя в безопасности. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.